Кондуктор Светлана Кадаркина после каждого рейса проверяет автобус, в котором работает. Что только не оставляют пассажиры. От продовольственных упаковок до очень ценных вещей. Паспортов, водительских прав, удостоверений, банковских и транспортных карт, а также дневников, ключей, нот и обуви. На конечной станции обязательный осмотр. Найденное отдают в диспетчерскую службу или на кассу, где и происходит опись предметов. Бывали и необычные находки. Памперсы, ну все для роддома. Это была такая сумка, все для роддома. На следующий круг нас ждала беременная женщина. В бюро находок транспортного предприятия вещи хранятся месяц. Затем паспорта и водительские права отправляют в отделение МВД. А социальные проездные и студенческие билеты направляются в профильные организации. Для того, чтобы вернуть пропажу, пассажиру необходимо заявить о ней, позвонив на горячую линию для предложений и замечаний по номерам, которые на экране. Специалист запишет подробности, после чего проверит данные в картотеке. Зам.руководителя Департамента транспорта, администрация Самары Юрий Топилин, рассказал, что еще в период проведения чемпионата мира по футболу, в 2018 году австралиец забыл в шакле свитер и пропажу удалось найти. Сейчас горячая линия продолжает работу, но кроме звонка по телефону, в век высоких технологий, людям помогают социальные сети. Мы хотим немножко усилить еще эту работу в рамках наших социальных сетей и групп в мессенджерах. Мы от Департамента транспорта тоже теперь эту информацию будем транслировать с определенной периодичностью, чтобы в том числе охват аудитории увеличить. Может быть, кто-то не знает, что есть такая возможность. Может быть, кто-то о горячей линии нашей еще не слышал. Сообщение об утере ценной вещи можно оставить в телеграм-канале «Про транспорт 63» и группе ВКонтакте на странице автобусного перевозчика. После того, как вещь будет найдена, а владелец подтвержден, пассажир сможет забрать находку. Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить соответствующее заявление. В том случае, если в транспорте обнаружена бесхозная сумка, чем-то наполненная, то трогать ее ни в коем случае нельзя, напоминает в Дептрансе. Необходимо сообщить о подозрительной находке кондуктору или водителю. Они вызовут полицию. Пассажиров в этом случае пересаживают на другие маршруты. Продолжение следует...